Я снова всех приветствую, друзья, с вами Холодильник. Давно мы с вами уже не встречались, давно я не рассказывал актуальных новостей про Escape from Tarkov. Сегодня мы будем обсуждать то, что происходило на подкасте DevBlock 3 Tarkov TV с Никитой Буяновым и рядом зарубежных стримеров. Подкаст был на английском языке, поэтому та информация, которую сегодня я буду рассказывать и которую мы будем обсуждать, где-то может быть не совсем верно переведена. В общем, в любом случае, сегодня мы поговорим про некоторые интересные подробности предстоящих патчей, поговорим про материал, который нам также показали из стана разработчиков, который тоже связан с будущим контентом, ну и поговорим про текущему состоянию игры, которое было затронуто на этом подкасте, потому что подкаст все-таки был посвящен патчу 11.7, который у нас сейчас уже есть на серверах. Поэтому, друзья, располагайтесь удобнее и приятного просмотра! Начнем, наверное, с того, что надо как-то представить участников подкаста очередного. В общем-то, Никита Буянов, сами знаете уже, наверное, прекрасно его, да? И три зарубежных стримера. Это ведущие в RTX, это человек, который делает отличные видео по Escape from Tarkov, Пестилай, это человек, который заспидранил Escape from Tarkov до 40-го уровня за одни сутки, и 41, это человек, который сделал озвучку USEC 3, которая у нас появилась в патче 11.7, ну и, в общем, тоже стримит, делает видосы и все такое. Подкаст был посвящен текущему состоянию игры 11.7 патча и обсуждению проблем, которые сейчас возникают, и пути их решения. Конечно, вопросы грядущего патча 0.12, который должен быть вот прям огромный и один из лучших патчей, по мнению Никиты. Вопросы, естественно, эти возникали, и об этом тоже говорилось в течение самого подкаста. Самая такая важная информация, что перед патчем 0.12 у нас должен выйти ход фикс, который должен поправить огромное количество проблем и фризов, которые у нас сейчас есть в игре. Ну, в общем, вы знаете эту стандартную, как бы, историю. И если мы поняли правильно, то это будет последний ход фикс перед выходом самого патча. Но патч 0.12, конкретно когда он выйдет, разработчики ничего не сказали, кроме того, что он должен выйти где-то летом. В этом месяце, конкретно в мае, информации никакой у нас точно не будет по этому патчу. В июне мы получим, скорее всего, подкаст. И подкаст будет, кстати, русскоязычный, то есть не надо будет переводить, и многие не будут возмущаться, почему-то нет нормального перевода подкаста. Подкаст будет с нашими ребятами, где будет, собственно, обсуждаться 0.12 патч, и где будут показываться основные рабочие материалы. То есть патч должен появиться либо в середине, либо в конце лета. Так что, друзья, набирайтесь терпения, ждать придется, ну, наверное, так многовато, да. Ну, а по текущему состоянию, что мы имеем? Одна из последних тем, которая поднималась таким человеком, как Веритас, это человек, который тоже стримит, делает видео по Таркову, проблема с искусственным интеллектом и тем, что боты постоянно стреляют по ногам, так называемая лек-мета. То есть боты вас видят и постоянно пытаются выбить вам конечности, нижние особенно. И, в общем-то, да, действительно такое происходило, и Никита говорит, что у ботов-снайперов такая история есть, и у ботов, которые спавнятся с ТОЗами, либо там с СКСами, что-то такое вот. И лек-мета существовала из-за того, что боты прицеливались ровно по середине тела, то есть это примерно вот нижняя часть тела около паха, центр тела относительно коллижен модели, то есть это не центр массы, где обычно у человека там, допустим, где-то грудь, живот, это именно вот ровно середина. Именно поэтому, собственно, ноги постоянно выбивались. Хотя, мне кажется, тут есть какое-то влияние баллистики, но, в общем-то, об этом информации у нас нету. Поэтому эту вещь отключили у ботов, и теперь боты стреляют ровно по центру, то есть где-то в грудь целятся, да, и от этого всего строится радиус поражения. О фризам и багам, которые у нас сейчас есть в игре, в общем, разработчики собирают информацию по ним и стараются их в какой-то один большой хотфикс внести, все это дело пофиксить, но, естественно, большую часть проблем, которые у нас сейчас есть в игре, именно таких основных проблем, можно будет исправить на новом движке, на Unity 2018, который у нас появится в патче 0.12, и там будет легче это все дело фиксить. Но переход на новый Unity не означает, что у нас будет улучшенная графика, что все у нас станет прям очень красиво. Возможно, мы получим прирост FPS, и очень на это надеюсь, и по большей части Unity 2018 несет именно пользу для разработчика. Теперь касательно банов, античита и читеров. Наша любимая тема тоже была затронута на подкасте, в общем-то, в день подкаста, если правильно мы понимаем, Никита сказал, что было забанено около 150 человек, кто использовал самые такие приватные читы. Это такие, знаете, индивидуальные программы, которые под конкретного человека были написаны. И затронута, кстати, была тема по ботам. Это такие, знаете, программки, которые в автоматическом режиме что-то выполняют за игрока. Некоторые особо умные ребята используют такие программки для барахолки, для того, чтобы что-то быстро покупать, и что-то продавать там втридорого, таким образом зарабатывая на этом внутриигровую валюту. Уже хорошо хоть хотя бы внутриигровую валюту. В общем, за это тоже, кстати, банится, если кто не знал. Ну и по продаже за реальную валюту, скажем так, внутриигровые предметы, тоже пару раз там что-то сказали. Смысл такой, что за все будет раздаваться баны. И за продажу, и за покупку, и за рекламу. Так что держите в курсе, как говорится. Ну и касательно банов напоследок, то, что стали банить уже и по IP, и еще по железу. Ну, то, что мы знаем про 0.12, это одно как бы, но по тому, что должно появиться именно из оружия, из каких-то модулей, на подкасте нам конкретно показали, и, честно, было неожиданно увидеть некоторое оружие, допустим, АШ-12. Единственное, что мы только не увидели, как оно в игре работает, это именно там стрельба, отдача и все остальное. Но АШ-12 выглядит очень круто, и огромное количество, оказывается, у него есть кастомизационных элементов. При его-то калибре 12.7 на 55, в общем-то, очень мощное оружие получится у нас в игре. Следующий это П-90, или как его называют, Петух, да, те, кто играли в Counter-Strike. В общем-то, П-90 тоже готов. Глушитель с разными длинными ствола и под такой хороший калибр, плюс с уникальными анимациями, заряжание, разряжание магазинов, и все подобного. Ну и пистолет, хотя бы новый пистолет у нас появится, это Beretta M9A3, в таком вот песчаном раскрасе, потому что А3, собственно, это лишь часть оружия, которое появится в обновлении 0.12. Вообще в 0.12 будет оружия достаточно много. Там мы ждем еще и что ему типа АУГа, да и вообще выход П-90, ну то есть калибра 5.7, должно быть вместе с пистолетом 5.7. Никита об этом как-то говорил, что калибр, который уникально у нас появляется в игре, под него сразу будет выходить несколько видов оружия. Ну и, собственно, увидеть пистолет 5.7, наверное, было бы логично вместе с П-90. Из дополнительных модификаций нам показали моды для калибра 7.62х51, для Ремингтона 700-го, новые ложа, новые пламя гасителей. В общем-то, винтовка будет выглядеть очень круто. Плюс показали некоторые модификации для 5.45, это пламя гасителей для автомата Калашникова. Это такое из самого интересного. Ну и, наверное, тоже интересная вещь, неизвестно, появится она в следующем патче или нет, но револьверный дробовик МЦ-255, рендеры оружия, собственно, нам и придемонстрировали. Теперь по новой локации. Военная база. Много было информации, в принципе, на подкасте. Во-первых, мы увидели рабочие материалы, то есть это как эту локацию видят художники, ну и, собственно, немножко замоделены уже некоторые там здания, сооружения из этой локации. В общем-то, локация будет крайне интересная, потому что на ней будут использоваться новые механики. Это стационарные оружия, их будет четыре вида. Это АГС, это пулемет Корт, СПГ-9 и минометы. Боеприпасы для этого стационарного оружия будут разбросаны по всей локации, поэтому для того, чтобы его как-то поиспользовать, вам придется еще и боеприпасы найти. Но неизвестно, будет ли какой-то боекомплект изначально рядом с этим оружием. В общем-то, на новой локации будет новый босс. Плюс для новой локации будут новые механики выходов. Механики будут по типу того, что мы имеем сейчас на лаборатории. То есть, возможно, на локацию будет просто зайти, но выйти будет крайне тяжело. Для этого вам придется запустить сигнальную ракету, и неизвестно, будет ли она находиться в рейдах, или вам придется ее где-то отдельно покупать и держать, допустим, пистолет с сигнальной ракетой в подсумке, для того, чтобы просто выйти с локации. Ну и по новому боссу, который у нас будет на этой локации, босс будет такой защитник, скажем так. Он будет по большей части обороняться в зданиях на этой локации. Мы уже увидели некоторые рабочие материалы, и здания будут как двухэтажные, так и четырехэтажные. Поэтому босс всегда может найти себе место для того, чтобы обороняться и как-то вас задушить. Скорее всего, будет использовать те же самые стационарные оружия, поэтому выкуривать его будет очень тяжело. Будет ли у него какая-то свита, еще непонятно, но мне кажется, вполне логично для такой большой локации, концентрированной локации, где очень много сооружений, зданий, одному только боссу существовать там, ну, наверное, странно. Поэтому ожидаем там новых противников. Возможно, это будет какой-то аналог рейдеров. Возможно, даже и рейдеры будут. На локации будет разбросан всевозможный новый лут. Ну, это как у нас в лаборатории. То есть, выходит локация, выходит какой-то новый локации. Будут некоторые интересные места, такие как сами казармы многоэтажные, подземный комплекс, который будет располагаться под казармами, возможно. И была замечена сверху радиолокационная станция, такая небольшая. Поэтому, скорее всего, она тоже будет частью локации. Сама по себе локация – это такое переходное звено между таможней и берегом. Если вы знаете, на таможне есть выход за Дикого, который называется «Дорога до военной базы», собственно, вот это такое небольшое связующее звено. Поэтому ждем локацию, ждем подробности еще в следующем подкасте по ней. Также еще было немного информации по новым боссам, которые у нас должны появиться. Один должен появиться на локации Лес, второй босс должен появиться на локации Маяк. Это локация, которая у нас появится где-то еще в будущем. На Маяке будет босс-снайпер. После разбора основной информации на подкасте Никита пошел по вопросам, которые задавали как стримеры, так и в чате, так и в реддите. В общем-то, зашел вопрос по баллистическим щитам и забралам, и маскам, в принципе. Никита сказал, что с масками все в порядке, они у нас в игре есть, их достаточно, потому что у нас есть забрала. Но касательно баллистического щита, неожиданно был дан ответ от Никиты, то что готова уже модель этого баллистического щита, и у нас он появится в игре. Хотя, напомню ранее, касательно баллистических щитов был однозначен дан ответ, что их не будет у нас в игре. Но, оказалось, что есть какой-то смысл добавлять. Пока еще неизвестно, где конкретно появятся данные вещи. Возможно, будет у какого-то босса, возможно, у каких-то будут новых NPC. Но, в любом случае, баллистический щит в нашей игре, ну, есть смысл его или нет. В общем-то, жду ваши ответы в комментариях, но вот Никита сказал, что есть. Касательно многих вещей, которые были связаны с механиками, допустим, использования хирургического набора, тоже немножко поговорили. Показали, кстати, нам анимацию использования. Эта анимация будет длиться достаточно долго, возможно, 30 секунд, возможно, и минуту. Поэтому хирургический набор позволит, собственно, черные конечности, либо части тела просто взять и вылечить. Вот крайне полезная вещь будет, кстати, занимать все-таки две ячейки. И самый актуальный вопрос, многие его задают, когда у нас в игре появится двухстволка, она у нас появится сразу после патча 0.12. Так что, держите, как говорится, нам все в курсе. Ну и, кстати, Scar H тоже у нас где-то должно появиться, возможно, даже, кстати, в 0.12 патче. Но все-таки, скорее всего, появится уже после патча 0.12, возможно, в каком-то отдельном небольшом дополнении к этому патчу. Там, не знаю, 0.12.5, что-нибудь типа того. Ну и напоследок, очень важная механика, которую тоже уже давненько все ждут у нас в игре, это использование сборок для определенного оружия, чтобы не надо было бегать по торговцу, искать какие-то модули, а просто взять, собрать какую-то сборку оружия и потом автоматически просто докупать на нее какие-то модули и предметы автоматически, создавая свое вот это оружие фирменное. В общем-то, нам показали механику, как работают эти все сборки. Ну, в общем-то, друзья, это все. Все, что, практически все, что нам говорили на этом подкасте. Я постарался для вас выбрать самую интересную информацию из этого подкаста. Если то, что я сегодня говорил, вам было интересно и полезно услышать, то не забудьте это дело оценить. Но, в любом случае, не держите, как говорится, зла за наш перевод данного подкаста. Все-таки наши фановые переводы созданы не для того, чтобы переводить. Ладно, очень смешно. Спасибо всем, друзья, большое за уделенное время и внимание этому ролику. Благодарю вас за то, что досмотрели его до конца. Ну и для тех, кто у нас впервые на канале и хотел бы дальше узнавать интересные новости и подробности по игре Escape from Tarkov, смотреть интересные ролики, приходить на интересные, веселые стримы. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам и подписывайтесь. И пока на этом я с вами, друзья, прощаюсь. Всего вам лучшего. До скорых встреч и пока. Субтитры сделал DimaTorzok